Против актера Артура Смолянинова звезды фильма «Девятая рота» в России хотят возбудить уголовное дело. Российский актер, крестный сын Ивана Ахлобыстина, ездил во временно оккупированный Крым и снимался в пропагандистских военных фильмах, но полномасштабное вторжение в Украину не поддержал. Если бы я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины. Эти непатриотические слова не на шутку возбудили российское общество. Вот он деньги у государства брал, 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 а теперь отбежал в сторону, поднял хвост, обдал тугой струей жидкого кала. Разве можно желать поражения своей стране? Мне, честно говоря, плевать, в какой форме останется Россия. Теперь Артура Смолянинова просят не только признать иноагентом, но и лишить российского гражданства. За что? Смотрите прямо сейчас. Несмотря на то, что с первых дней войны Артур Смолянинов поддерживает Украину, он персона нон-грата в этой стране. Дело в том, что актер не раз ездил во временно оккупированный Крым и даже снимался в пропагандистских военных фильмах. Но когда Путин объявил войну всей Украине, Артур публично стал на ее сторону. Он заговорил и о Крыме, и о Донбассе, хотя до этого никогда не высказывался. Где мы были 8 лет? А где вы были 8 лет? Почему вы не забрали этих людей в Россию? Если им так плохо жилось, и геноцид по какому признаку? Сегодня его политическая позиция трансформировалась еще больше. Он искренне ненавидит тех, кто воюет против Украины, и искренне желает поражения своей стране. Мне, честно говоря, наплевать, даже нас в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится, превратится в Уральскую республику, в Пельменскую республику, в Хакасскую республику. Или останется только один еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел. А русская нация должна пройти через покаяние. Сохранимся ли мы как люди? А сохраниться как люди мы имеем возможность только если мы именно как нация, как народ, как, простите, когда-то немецкий народ, ну, никуда не деться от этого. Сохраним, вернее, когда мы сначала почувствуем вину по-настоящему, когда мы поймем, что мы все это сделаем. За это Артура Смолянинова обвинили в русофобии и готовности убивать всех русских. У тебя есть один брат, и у тебя есть другой брат. И ты третий брат. И один брат в угаре каком-то безумия накинулся на твоего другого брата. Ты будешь своего брата защищать? Да, о чем речь, конечно. Легионеры Свободы России, граждане России, которые уже воюют против россиян в Украине, тут же пригласили Артура познакомиться, чтобы объединить усилия. Ведь они воюют оружием, а он словом. Я бы свозил каждого россиянина в Украину, в Закарпатье, туда, где я был много раз. Во Львов, где якобы там кому-то не дают по-русски, в русский город Харьков, в русский город Херсон. Ну, чтобы они съездили, поискали там нацистов. Поддержали россиянина и сами украинцы. А вот в Кремле такие высказывания не понравились. Дмитрий Песков не удержался и прокомментировал, что ничего хорошего об этом интервью в Кремле не думают. Важнее, что думают об этом соответствующее ведомство. А они уже и думают. Депутат Госдумы Султан Хамзаев уже пообещал обратиться в Следственный комитет, чтобы открыть уголовное дело на актера. Правда, пару месяцев назад Артура уже оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии. Хоть она и сама себя дискредитирует. После того, как с севера ушли российские войска, после того, что там обнаружилось и вскрылось, нам бы вообще не п***ть бы. Правда, актер ни тогда, ни сейчас на заседание суда не придет, так как уехал из России после вторжения в Украину. И предателем за это себя не считает. Есть слова и есть дела, а по делам понятно, кто тут кого предал, кто тут прав, а кто тут нет. Субтитры создавал DimaTorzok